Задействование максимального количества участников с простых лодочников, в общем-то, не спортивного направления возможно, ну и объединение где-то, объединение интересов с профессиональным спортом. В общем-то, в этих соревнованиях, так как они проводятся под эгидой Федерации водномоторного спорта Украины и являются именно спортивными соревнованиями, они объединяют интерес, массовый интерес, массовости и интересы, в общем-то, спорта. Если это все дело совместится, то тогда, я думаю, я считаю, что водномоторный спорт имеет очень хорошее будущее и будет очень большой интерес к нему разве. Соревнования у нас в Киеве, на Украине, в бывшем Советском Союзе, такие такого рода проводились, проводились с 60-х годов. В 70-е годы они приобрели достаточно массовый характер. В Киеве был водномоторный клуб, который состоял из 10 тысяч человек приблизительно. Происходили походы, была достаточно серьезная отчетность, поэтому до нас дошли данные, количество походов, количество участвующих лодок. Походов были десятки тысяч. В год происходило десятки тысяч походов. Причем некоторые походы, десятки походов были на месяцах, 2-3 месяца. Один поход, 2-3 месяца. То есть люди выезжали в поход на все лето, на весь сезон, по сути. Также производились достаточно массовые спортивные соревнования на судах народного потребления. Порядка сотни лодок участвовало в соревнованиях в одном заезде. Мы решили все-таки так массово это дело не производить. В целях безопасности мы хотим максимально застраховаться, чтобы не происходило каких-нибудь нюансов. То есть безопасность на первом месте у нас стоит. Поэтому мы ограничили количество, во-первых, разбили по классам, во-вторых, ограничили количество участников где-то до 5 лодок. В заезде. В заезде, да. А вот мы видим раритеты. Действительно, это осталось. Клуб хранит. И организация хранит эти все и кубки, и вымпелы. Вот это вот все заслуженные награды. Заслуженные, заработанные. Ну, общественная организация, которая делала это все. Да, как ни странно, этот клуб, это была общественная. Вот в 70-е годы была общественная организация, это клуб. Да, имела там часть, участие принимала государство, киевская администрация. Но, в общем-то, это была общественная организация, в 70-е годы уже. И целью, и задачей, и деятельностью полностью соответствовала, в общем-то, современным требованиям. Развитие массового вида спорта, привлечение людей, максимального количества людей. В те времена очень много было участников, в общем-то, очень много людей помнят, как водно-моторный спорт профессиональный, так и непрофессиональный в виде такого. В принципе, интерес возникло у нас, это, во-первых, от того, что мы нашли информацию, вот старую информацию, также заинтересовало проведение такого рода соревнований в Черкасах. В общем-то, и судейская коллегия приехала, именно боевая судейская коллегия, которая эти соревнования обслуживает и знает, как они проводятся, и нам бы хотелось, в общем-то, в них поучиться. Посмотрите. Участвовать, вот мне интересно, пускай я-то дилетант, у меня нет судна массового, так сказать, народного, но вот эти вот нынешние супермодели моторные, ну, вообще мощнейшие, это все будет... То есть, они попадают в двигатели и в размерении, которые необходимы по разбивке классов, они, безусловно, имеют право, и они могут участвовать. Да, это те же суда народного потребления, там, большие федера, они, по сути, тоже... То есть, они будут участвовать. Да, они вполне могут участвовать, и, в принципе, некоторые будут, да. Достаточно мощные суда будут участвовать. В стране, после некоторого забвения в одномоторного спорта, наблюдаются возрождение этого вида спорта. Наверное, уже года три началось как возрождение. Ну, у нас полоценовый президент Виктор Шенчук, который довольно много времени уделяет именно решению всех вопросов, чтобы Украина была не только внутри представлена, а и, в общем-то, за рубежом. И сейчас в Украине развивается водномоторный спорт, кроме соревнований европейского мирового масштаба, в которых принимают украинские спортсмены. В прошлом году Украина принимала чемпионат мира и чемпионат Европы по водномоторному спорту именно на этой акватории, на которой мы решили провести в этом году соревнования по судам народного потребления. То есть акватория была сертифицирована Международной Федерацией водномоторного спорта ЮАИМ. То есть она имеет, в общем-то, все разрешительные, все даны карбан, что, пожалуйста, здесь можно проводить соревнования. Если проводились соревнования на судах, которые движутся со скоростью 180 км в час, ну, допустим, там не было, это возможно, двигали 120, но тем не менее. Для судово-народного потребления это вполне достаточная, вполне реальная дистанция. Значит, вид судово-народного потребления, как сказал Виктор, он в самом деле был очень популярен. Но, к сожалению, с изменением, в общем-то, в нашей стране этот вид спорта и вид отдыха активного, он пришел в забвение. Благодаря, собственно, очень приятное, что в Черкасах, это Средний Днепр, там этот вид соревнований остался, его возродили. И мы, в самом деле, как Виктор правильно сказал, хотим учиться и приглашаем черкащан, которые имеют опыт проведения таких соревнований. Продолжение следует...